Каждый геймер, у которого появляется несколько игровых систем, в итоге сталкивается с проблемой подключения всего этого оборудования к устройству проигрывания. Существуют, конечно, телевизоры и мониторы, в которых производители устанавливают сразу несколько входных разъемов, благодаря чему можно подключить все и сразу. Но в большинстве случаев такой возможности нет. А постоянное переподключение разъемов приводит к их быстрому износу или выходу из строя. В особенности это касается основного современного порта HDMI. Альтернатива всему проста – найти хороший свитч, коннектор и подключить все необходимое через него. Но в наших магазинах такие найдутся далеко не всегда, да и цена у них обычно начинается от 1000 рублей. Тут на помощь приходит всем нам знакомый Алиэкспресс, где то же самое можно найти значительно дешевле. Вот этот свитч я купил примерно за 500 рублей уже достаточно давно. Брал его специально с запасом не только на Full HD, но и на большие размеры картинки. И вот недавно у меня наконец-то появился Quad HD монитор, благодаря чему открылась возможность полноценно проверить устройство и рассказать вам о всех его плюсах и минусах. Сам свитч представляет собой вот такое небольшое устройство с несколькими разъемами. На фронтальной стороне красуется весьма значительная надпись, сообщая нам, что прибор предназначен не только для стандартного Full HD качества, но и для передачи полноценного 4К изображения. Правда, по заверению продавца, только в 30 FPS. Есть, конечно, точно такие же устройства, рассчитанные только на Full HD, да и стоят они дешевле, но думаю, уже мало кто будет рассчитывать только на такой размер кадра. В левой части можно увидеть кнопку выбора и 5 светодиодных индикаторов, через которые можно будет видеть, к какому разъему подключено устройство, с которым в данный момент взаимодействует свитч. Переключение между устройством осуществляется нажатием кнопки Select. На верхней и нижней гранях свитча разместилось целых 5 входных разъемов HDMI и один выходной, через который вы и подключаете свой телевизор или монитор. Опять же, по словам продавца, здесь используется HDMI 1.4, чего, в общем-то, должно вполне хватить для вывода изображения высокой четкости. Для нормальной работы свитча требуется дополнительное питание в 5 Вольт. Разъем для блока питания предлагается на правой грани устройства. Здесь же можно увидеть отверстие для инфракрасного датчика управления, снабженного стандартными 3,5 мм джеком. В комплекте идет вот такой небольшой пульт, благодаря которому переключать каналы можно с расстояния. Единственный недостаток – необходимость выводить датчик в зону прямой видимости пульта. Но, в общем-то, можно и по-старому воспользоваться кнопкой выбора каналов на самом свитче. В рабочий же свитч поначалу показал себя весьма посредственно. Сигнал с любого устройства, пропущенный через него на выходе, выдавал неприятные помехи в виде зеленых полос с разной периодичностью, появляющихся на экране. Долгое время мне не удавалось понять причину и приходилось грешить на качество самого свитча. Экспериментальным образом решение проблемы удалось найти. Впрочем, этот момент вызвал несколько вопросов. Помехи прекратились, когда на выход данного устройства был подключен высококачественный кабель стандарта HDMI 2.0. До этого я экспериментировал со всеми имеющимися HDMI 1.4. И ни один не выдавал от положительного результата. Вот уже на протяжении года свитч работает в паре с вот этим коротким высококачественным кабелем, и помехи если и появляются, то очень редко. Так что перед покупкой учитывайте этот момент. Реально ли проблема была в этом, для меня до сих пор остается загадкой. Ведь само устройство с намужено дополнительным питанием, без которого просто не работает. И сигнал через него должен проходить без помех. В комплекте идет обычный USB провод, который сегодня можно подключить в любой подходящий разъем. Также, как я уже упомянул, свитч набжен пультом управления и инфракрасным датчиком, который можно повесить в любое удобное место. Контакт достаточно неплохой, система довольно быстро реагирует на переключение каналов. Так что с этой стороны на работоспособность никаких нареканий нет. Что же касается передачи изображения формата 2К, то и здесь полный порядок. Картинка на выходе четкая, без каких-либо искажений. Правда, PlayStation 4 на выходе все равно выдает сигнал в Full HD формата, расширяя его до 2К. Итак, что мы имеем в итоге. Весьма неплохое по качеству сборки и работоспособности устройство, превосходно передающее любой проходящий сигнал. Большое число входных разъемов позволит подключить к устройству воспроизведение сразу нескольких источников сигнала, в процессе переключаясь между ними при помощи пульта. В особенности полезно тем, у кого много видеоисточников и нет желания все постоянно переподключать. Подобные свечи в современных бытовых условиях вещи достаточно полезны.